Второй год подряд специалисты, отвечающие за здоровье российских работников, собираются в главном медиа-центре Сочи. Здесь у главного входа открылась и Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда. Представлена пожарно-спасательная техника, а также уникальная выездная лаборатория ВИЧ-обследования, которая разработана Международной организацией труда совместно с Министерством здравоохранения Краснодарского края. Всероссийская неделя охраны труда в Сочи – это не только значимое деловое мероприятие, но и большой культурный праздник. Гостей мероприятия сегодня встречали артисты Кубани и непосредственно самого курорта, который готов помочь специалистам в решении вопросов охраны труда работников. Для качественного и безопасного труда, отмечает сочинский мэр, предприятиям необходимо разрабатывать программы оздоровления. И наши санатории, лучшие санатории, можно сказать, мира, я не побоюсь этого слова, они готовы сегодня по хорошим программам, прежде всего программы «Открытый юг», когда стоимость путевки не превышает 1700 рублей в сутки, но при этом трехразовое питание, мероприятие СПА, оздоровление – это очень выгодные условия. И, конечно, я всегда буду очень рад, чтобы те люди, которые сегодня занимаются охраной труда, предусматривали в своих планах и прежде всего оздоровление в санаториях города Сочи. Задуматься над этим предложением и сотни других участники недели охраны труда могли как в консультационных пунктах, так и на самой выставке. Свои стенды здесь презентуют Минтруд России, Роструд, Фонд социального страхования, Ростехнадзор. Отдельный стенд, вызвавший особый интерес участников, посвящен работе сервиса «Электронный инспектор». С его помощью любой работник может обратиться жалобой в Госинспекцию труда. Любой работодатель, точно так же, как и работник, имеет право через «Электронный инспектор» как минимум пройти проверку, то есть самоконтроль осуществить. Самое главное в этом всем то, что «Электронный инспектор» позволяет провести у себя проверку без последствий. То есть никаких штрафов, никаких взысканий, чистый самоконтроль. Если проверки будут устраивать инспекции труда, штрафы организации будут составлять, по федеральным оценкам, порядка двух миллиардов рублей. В целом, картина в области охраны труда благоприятная. В сфере смертельного травматизма вместо прежних четырех с половиной тысяч подобных случаев в 2015-м зафиксировано 1700. Здесь, вы знаете, представлены и производители средств индивидуальной защиты. Здесь представлены и ведущие компании, и ведущие, так скажем, умы в сфере охраны труда. И, конечно, это всегда полезно и нам для выработки государственной политики с учетом мнения тех, кто будет применять это законодательство. Чтобы добиться успеха в этой области, в том числе и Краснодарский край, переходит на новый уровень охраны труда. Обычный инструктаж уже не работает. Сегодня мы смотрим на охрану труда как на систему, которая должна работать непрерывно и постоянно. Как говорится, проще предупредить и дешевле для каждого работодателя предупредить какую-либо травму, чем потом по факту этой травмы проводить просто какие-то глобальные мероприятия, направленные на компенсационные меры и на реабилитацию пострадавшего. Состоялась сегодня в главном медиа-центре и церемония награждения победителей всероссийских конкурсов по охране труда. Практика опытных специалистов, отмечают чиновники, и будет использована для улучшения трудового законодательства. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.